Привет, котята! Мы сегодня в гостях уважаемого человека, и пришли мы для того, чтобы находиться по максимуму чиповых стикеров. И давайте мы для начала поговорим вот о чем. Стикеры бывают на самом деле двух видов. Это вот такие стикеры, которые можно приклеить на ноутбук, на туалет, на телевизор, на собаку, на кошку и даже на член. Это как бы хорошие стикеры, которые жалко, так сказать, расклеивать по городу. Они хорошо держатся, хороши костерами, и, сука, стоят они дорого. Но есть как бы достойная альтернатива. То, что максимально чипово, и, в принципе, имея на руках какое-то оборудование, можно, так сказать, закалабиться с каруселью. Так сказать, устроить коллапу. Вот, делай красивый X в макске X карусель. И вот, карусель, так сказать, предоставила нам... Красненький покажу. Да ну, сейчас дойдем, короче. Карусель нам предоставила сегодня свою ленту, так сказать, на распечаточку. Ну, короче, вы поняли. В общем, при желании такие стики можно займеть вообще за них хуйню. Особенно, если вы работаете в каком-то таком магазине, то, да, можно, в принципе, печатать просто до хера всего. Естественно, у этих стикеров есть свои проблемы, потому что они выгорают на солнце, они отклеиваются довольно легко. Ну, к слову, такие стикеры тоже и выгорают, и отклеиваются, разница просто в количестве времени, которое пройдет. Но, тем не менее, это супер дешево, потому что можно покупать вот такие вот рулоны. И все граффитюры на них как бы руками что-то молякают. Мне всегда это бесило, потому что, ну, типа, не знаю, пацаны, это супер уныло. То есть здесь в рулоне 450 стиков, и, п***, сидеть там, ну, не знаю, сколько нужно. Сколько, сколько там. Ну, типа, до хера времени уходит, это, типа, достойно. И в связи с этим я уже как-то давно задумывался о том, чтобы где-то, не знаю, с п***, заиметься вот такую штуку. Это промышленное оборудование, вот это конкретно. Это принтер Zebra LP2824. Это, короче, оверкил для вот этой цели, потому что это профессиональное кассовое оборудование. Оно умеет, не знаю, ну, чего оно только сосать не умеет, все остальное умеет, короче. Разве что-то не все, не сосет. Да, как бы, суть в том, что оно умеет работать в двух режимах. Первый, это просто, по сути, режим принтера. То есть вы подрубаете это к компу и посылаете, ну, изображение, как на обычный принтер. Оно все печатает, все, как бы, за***. Второй режим работы, это работа с кассовым оборудованием. То есть там какие-то данные передаются из кассы. Он там что-то с ними делает, что-то печатает, какие-то чеки, генерирует какие-то штрих-коды. Короче, это, вот я, короче, когда это говно настраивал, я один раз открыл вот эту панельку, посмотрел и закрыл. Больше никогда ее вообще не открыл, потому что это просто какой-то пиздец. Но в режиме принтера это, типа, супер чиповая изи вещь. И сейчас мы, вообще, суть в том, что изначально я думал сделать термоштамп, потому что это, по сути, термобумага. То есть здесь внутри нагревательный элемент, который пропечатывает это все. Изначально я хотел просто из куска алюминия сделать термоштамп, греть его и, типа, ху**ть, но... Это еще дрочь. Типа, да, я что-то так подумал, то что на самом деле, ну, объяснять, во-первых, там особо нечего, потому что это больше механическая какая-то работа. А здесь хоть можно как-то приугореть и вот напечатать вот какую-то дрочь свою. Сейчас фигачим ПО. Давай попробуем, сейчас тогда ставим тебе дрова и пытаемся все это подружить. Вот они уже скачаны. Вот это они. Да, это они. Ссылочку оставим, не будем... Вот на эту ссылочку не будем оставлять. Не, на самом деле, суть в том, что у каждого принтера свои дрова, по сути, и тут это, типа, суперситуативно, это только из-за того, что это сыраные земли. Да. Короче, и пока мы ставим все это говнище, я, короче, хочу сейчас сказать, пацаны, у тех, кто сейчас напишет комментарий на тему того, что... Да, сука, был бы у меня принтер, я тоже, как бы, все печатал. Короче, вот такая вам идея, пацаны. Смотрите, если у вас уже есть спи-жи-жи рулоны, вы, короче, куплены. Извините, куплены, осуждаем, как бы, да, так сказать. Если у вас уже есть какие-то рулоны, мне, кстати, лучше всего себя показали вот каруселевские и перекрёстовские рулоны, если что. Короче, моя херня умеет печатать до 60 мм ширину. То есть, да, они бывают, типа, еще разные. То есть, например, по-моему, призмовские сюда вроде не вылезают. То есть, вот потолок этого стока, 60-60 мм. Короче, если у вас есть рулоны, вы живете в Питере, вы мне их отдаете, я вам печатаю на них что-нибудь. Ну, не за бесплатно, ну, там, добазаримся за чиповый суперпрайс. А всем тем, кто живет не в Питере или у кого нет своих рулонов, я могу напечатать вам на своих рулонах, на чистеньких, то есть, без каруселя, без всяких... Просто обычные чистые рулоны. Стоить это будет, ну, если вы просто какой-то человек, то 2 рубля за стикер, если вы какой-нибудь там стримовый олд или типа того, то добазаримся. Короче, 2 рубля за стикер, рулон 100 стиков, 200 рублей. Я считаю, это более чем гуманный прайс. То есть, да, я согласен, эти стики, они типа там выгорают, там, отклеиваются, но не суперчиповы, их не жалко везде вообще расклеивать. Бомбить вообще максимально. Да, то есть, на стикер бомбинг это вообще типа полный тотальный рэп. У Жеки вы можете купить стикеры с его каналом, вот такие вот, по такому же прайсу. А у меня можете заслать мне свой макет, и я напечатаю. Естественно, у нас есть... Так, ладно, сюда кинем. Естественно, у нас есть не только прямоугольные стикеры, то есть, это как бы 6 на 6, у нас также есть 6 на 4, и вроде бы 6 на 3, если я не путаю, вот такие вот красненькие. Красный, значит, красивый. Вот. Но суть в том, что вся эта бумага разная. Например, красные, они намного хуже выгорают на солнце. То есть, от того, что на них воздействует солнечный свет, они висят примерно... Ну, не знаю, короче, дохера не висят, они висят как нормальные стикеры. Но при этом их легче отклеивать, потому что здесь клей хуй... Ну, не хуй... То есть, он нормально держит, но отклеивается, в общем, сравнении вот там с этим... У тебя пруфы будут? Наверное, будут, я не знаю, в этом видео следует... Наверное, будет. Может, не будет, но тебе просто, как бы... Ну, можете поверить на слово, то, что они отклеиваются легче, чем вот эти. Вот эти, в свою очередь, да, они, типа, там, выгорают тоже хуже, чем вот эти, там, 6 на 4. Ну, короче, это, типа, супер... Короче, берёте любую хуйню, она по качеству, тем или иным образом, примерно одинаковая вся, тем более, на стик-рабомик, вообще без разницы. По поводу печати, короче, потом подснимем, типа, поближе. В чём суть? Некоторые макеты имеют смысл инвертировать. Если у вас есть какие-то фаны или ещё какое-то говнище, ну, потом поближе покажем, некоторые макеты имеют смысл инвертировать. Но тут есть другая проблема, то, что, допустим, печатая вот такие чёрные стикеры, это супер дрочь, потому что термоэлемент пиздецки нагружается, перегревается, и, допустим, он печатает там первые 20 стиков нормально, а потом он начинает просто дичайше тупить, и там по два, по три стикера, короче, пропечатывают и так далее. Поэтому идеальный вариант, особенно для граффитюров, которым нужны какие-то теги, всё остальное, это вот подобного плана прихола, потому что вот это можно напечатать быстро, просто, и если оно начнёт выгорать, оно будет смотреться не так уёбинно, как вот это вот огромное чёрное блеклое пятно. Как-то так. Да. Короче, а что вообще ещё рассказать-то? А, короче, примерное качество картинок, мы, короче, сейчас, бл***, по-дому зря, вот это мне понравилось, вот это, короче, мы сейчас, мы сейчас вблизи всё, да, короче, мы вблизи сейчас, типа, вам будем показывать, так сказать, картиночки, то есть тут будет картиночка на стикеры, и картиночка-исходник, так сказать, ну, наверное, ну, короче, в общем, вы увидите, да, кстати, тут есть вот этот вот макетик, как бы, с моим скином из Майнкрафта, у меня, бл***, есть сервер, сука, в Майнкрафте, на котором никто не играет, меня в группе заебали, бл***, это и хуй, когда я об этом вообще заикнулся, мне писали просто и днем, и ночью, чувак, сделай сервер, я его сделал, он онлайн уже, что там, месяца 4, наверное, и никто, бл***, не играет, айпишник в описании, зашел, начал играть, ну, так, я не буду, ну, это, ты старый уже просто, я не понимаю, что там делать, слишком сложно, убивают сразу, хи, хи, майнкрафт, в общем, мы решили поставить, как мы решили, нам нужно поставить драйвера, чтобы начать печатать, и, короче, вот мы пытаемся их установить, и сейчас нас просят подключить принтер по USB, причем, если он уже был подключен, то вам придется делать это вручную, это просто какое-то говно, так, где у тебя USB, 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 все, я питал, питал имеется, так вот, самое еб**ое, то, что он сейчас пиликнул, но он, как бы, тебе не скажет о том, что он что-то поставил, поэтому нужно нажать на финиш, и здесь нажать install new printer, обновить существующий драйвер, да, видос 10 все переживет, вот, все, он уже видит, что это, теперь нам нужно что сделать, теперь нам нужно открыть, значит, вот этот принтец, printreads, и выставить у него настройки, во-первых, высота зазора здесь, я правильно помню, это 0,2, это расстояние между стикерами, то есть вы берете б**ть линейку, короче, и меряете вот этот вот просаг, так сказать, да, вот это, вот это вот место вы промериваете, он здесь 2 миллиметра, и дальше еще нужно выставить, я не вижу ни хера, смещение должно быть по нулям, вот, а опции, значит, ширина здесь, по-моему, у нас получается 5,8, 5,5, 5,8, и высота у нас получается 6 ровно, и мы сейчас жмякаем на окей, и теперь принтер сконфигурирован, и мы можем что-нибудь напечатать, короче, мы открыли картиночку, это логотип, так сказать, Евгения, вы записывайтесь к нему на татухе, это же татушный логотип, да, да, все, вот, вот он сам весь тут обколотый, так сказать, записывается, короче, жмякаем, значит, Ctrl-P, или там, на печать, то есть кто-то не программист, и у нас здесь появился наш принтер, вот, Z-Designir 2824, без ZL-P, без ZL-P, да, копия 1, и жмем на кнопочку печатать, а, мы ленту не зарядили, ну, он это поймет, да, короче, снимай, значит, давай, нам нужно, короче, заправить, пишет, пишет, короче, да, нам нужно заправить ленту, вот, кстати, термоэлемент, вот здесь вот, он располагается, значит, а вот ролик проталкивательный, значит, что мы делаем, мы подбираем вот эту хуйню, вставляем сюда вот этот рулетик, проталкиваем, вот под этой штукой, ну, как-то так, жмякаем на кнопку, нифига себе, вот это скорость, да, да, нужно еще рассказать про скорость и про пропечатку, короче, пацаны, у этого принтера есть еще две довольно важные настройки, ну, в принципе, у термопринтера вообще есть две важные настройки, это скорость и плотность, плотность, это, грубо говоря, степень нагрева термоэлемента, то есть насколько, ну, типа, черным будет цвет, скорость, это, ну, просто скорость печати, естественно, чем быстрее, тем ниже качество, но в некоторых случаях, допустим, при печати каких-нибудь просто простых тег, это вообще не важно, сейчас мы для примера вам покажем, на минимальной скорости и максимальной пропечатки, вот этот замечательный, это, кстати, должен был быть стикер тоже, вот, вот он станет стикером, как бы, смотри, значит, это минимальная скорость, это минимальная скорость, но максимальная плотность, так сказать, значит, теперь мы что делаем, мы идем обратно в настройки, и ставим здесь, допустим, минимальную плотность и максимальную скорость, так, и печатаем, грубо говоря, то же самое, это гораздо быстрее было, ну и плотность, ну и плотность, плотность цвета, соответственно, так же, как бы, страдает, но при этом, естественно, что для некоторых стикеров, например, вот это будет лучше, чем вот это, конечно, в общем, если все настроено правильно, то отправляется на печать, как, ну просто, как на обычный принтер, просто устанавливать количество копий, и каждая копия, это, по сути, новый стикер, даже проще, чем на обычном, даже проще, три размера не ставишь, ну у тебя изображение, ну и теперь, как бы, пока, так сказать, машины работают, можно пожрать, нормально, ну у тебя на канале принято жрать, не просто, да? Ну это, хорошая тенденция, мне нравится, всем рекомендую, подписаться на канал, кто не подписался, из-за того, у тебя есть стата, ты знаешь, сколько вот, сидит, смотрит, без подписки, тогда на канал, Жек, тоже подписывайтесь, так, причем, у него там, скоро, новая мастерская будет, будет там делать, всякие прикольные штуки, все будет красиво, ну, может быть, не очень красиво, но дело и кайфуй будет, точно, дэка 2, вот это, просто можно обмотаться, обмазаться, в натуре, в общем, на сегодня это все, за заказом стиков, можно писать мне в Паблос ВК, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на канал, у пацанов, помочь деньгой можно, можно на, помочь деньгой можно, по ссылочке в описании, всех обнимаю, и до встречи через неделю, всем пока, и до встречи через неделю, и до встречи через неделю,